Женская природа всегда привлекала и вдохновляла художников разных эпох и культурных кодов. Ирина Маськова, автор выставки «Геометрия. Современные женщины» не стала исключением и представила свои мысли на тему того, какими бывают представительницы прекрасной половины. Идея пришла внезапно. Обычно я рисовала разноплавные работы, то есть это были какие-то классические работы, пейзажи. А тут у меня был такой всплеск эмоций, я захотела нарисовать яркую какую-то работу с формами поработать. Я нарисовала женщину, назвала картину признания и потом подумала, а ведь столько можно идей взять из женщин. То есть есть женщина грациозная, есть сексуальная, есть нежная. И я захотела просто их всех изобразить. И то есть так постепенно одна за другой рождались мои работы. Открытие выставки – это всегда важное событие для художника. И поэтому среди гостей сегодня собрались творческие и яркие личности. Вот так это принято, да, девушка хрупкая, там, а картины очень такие мощные, картины очень заряженные. Видно, что она человек, вот выставка называется «Геометрия современной женщины», а одна из картин называется «Впереди локомотива». Так вот «Впереди локомотива» я бы назвал, как второе такое рабочее название этой экспозиции. Прям вот «Впереди локомотива» она прет, пашет, работает. Это еще все масло. То есть это трудоемкий достаточно процесс. То есть это не так, что картину за вечером можно замахать, да? Молодец! Есть уже работы, которые бросились в глаза, настолько интересные, настолько они неординарные. Я, конечно, вижу здесь многократность и разнообразие представлений для современной женщины по всех ее ипостасиях. Помимо друзей и коллег, поддержать Ирину пришли самые близкие и родные люди. Я непосредственно участвовал в организации этого мероприятия, помогал, чем мог, развешать, подготовить. Поэтому я уже все это видел. Очень приятно видеть, что всем нравится. У всех есть какие-то свои мысли, свои впечатления об этих картинах. Позитивно отношусь, постоянно рисую, но в основном это происходит ночью, когда уже все ложатся спать, то есть ночью, видимо, выходит вдохновение. Сзади не накопится, и ночью нужно это все выкреснуть. В мире не существует двух одинаковых женщин, каждая со своим уникальным характером, который, оказывается, можно выразить с помощью геометрических фигур. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok